гадание на трифового короля сегодня на вашего любимого трифового короля вот он мы его берем как сигнификатор это будет расклад для всех общий расклад без вариантов я вам очень благодарна если вы досмотрите это видео до конца но самое главное что мы вы можете в любом месте этого видео найти то что вам нужно узнать или услышать сейчас я его возвращаю в колоду и колоду хорошо перемешиваю мы будем делать диагностику использовать все карты большой игральной колоды это будет цыганский расклад развернутый очень интересный мы узнаем что он думает о вас что он чувствует что он будет предпринимать что он будет делать чего от него ожидать все узнаем о нем о трифовом короле в вашей жизни трифовый король это может быть человек любимый или даже того которого еще не знаете ваш будущий любимый если вы хотели бы для себя иметь трифового короля это мужчина состоятельный на своих ногах мужчина которому можно доверять это мужчина серьезные без лишней мишуры компании пиво балагуров спиртного без всего этого ненужного хлама этот трифовый король это это король на которого можно положиться это может быть ваш будущий любимый или тот который у вас уже есть и вы хотели бы узнать больше о нем общий расклад конечно может с вами резонировать немного или много потому что аудитория это не один человек конечно это же вот такая интересная вещь что настоящая магия ну что же и будем начинать дорогие и так прежде всего я буду искать его это будет при диагностика при диагностика у нас будет посмотрим что справа что слева и это то что для него характерно свойственно это самое главное в его жизни то что сейчас у него актуально да вот же он дорогой на штриховый король с одной стороны у него бубновый валет а с другой стороны у него семерка треф он сейчас торопится на встречу с каким-то бубновым вальтом бубновый валет сейчас это сигнификатор денег таких денег легких знаете неожиданных которые как вестник пришли и их нужно инвестировать использовать но не зря же он трефовый король у нас он занимается делами он спешит на какую-то деловую встречу сейчас для него это более всего актуально если был момент в этот не зная этого то есть вы не посмотрели прогноз не зная этих тонкостей о нем подойдете к нему спросите любишь ты меня он может нагрубить а потому что у него голова и концентрация совсем другом ну что же давайте теперь развернуто посмотрим как он к вам относится этот трефовый король как он к вам относится я уже вижу что самого начала ваши отношения были как 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 в кино как в песне потому что червовой туз в основании всего это конечно великолепное начало любовное страстное начало то что было вначале а теперь мы посмотрим весь расклад конечно так что доверьтесь раскладу мы все покажет все все покажет и расскажет вам о трефовом короле его намерение к вам я люблю четкие гадания вы наверное знаете да поэтому я буду говорить по делу у меня можно научиться этому именно тайному раскладу на уроках я не буду сейчас рассказывать как его делу это тайная техника видно ли вам вот вопрос вопрос в том видно ли вам не нужно чтобы вам было наверное сейчас видно лучше да я так скажешь здесь но зато вам видно наверно очень красивый расклад очень очень красивый просто любоваться им приятно я сейчас посмотрю вот эти карты вот эти карты это это просто его линия судьбе это самое первое что я буду смотреть именно здесь до оси самать очень сильно на него влияет мать его любит отец у него суровый и строгий и даже может его бил в детстве а у него большая печаль по отношению к родителям или родители не очень здоровые или у родителей как эта проблема он должен проблему родителей весь нести на себе как груз на плечах у него в мыслях родители с ними у него большая большая печаль и вот видите кого как да вот смотрите если я посмотрю на карты которые вас представляют и его я увижу что это очень мелкие карты незначительные да и это говорит о том что вы как-то потеряли друг друга вы теперь и не так не так близки как были раньше что случилось понимаете что случилось вы может поссорились из-за денег может быть какая как эта покупка была сделана неправильно вами или им вы поссорились может быть из-за денег вас поссорила беседа какая-то беседа которая начиналась как ничего вот простая беседа а потом эта беседа вас просто поссорила потому что вы заметили что вы думаете совсем по-другому и относитесь к жизни по-другому вы на него очень то что злая обиделись вы на него обиделись он вас обидел он вас обидел я могу сказать что он вас любит это самое главное но у него тоже на сердце печаль странно странно что и вы обиделись и он но вы обиделись больше чем он он все-таки больше вам прощает чем вы ему нужно ему отдать должное он прощает вам больше чем вы ему да он тоже обиделся но он не затаил обиду а вы обиду затаили такая здесь ситуация самого начала вы для друг друга были как находка как настоящая находка и любовь вы все взвесили вы даже и с мамой говорили из из с подружками сам сама собой вы такой разговор вели вот это в нем хорошо это хорошо это мне не очень нравится но может быть лучше да это хорошо это и это неплохо то есть самого начала ваши плюсы когда вы его взвешивали они перевешивали минусы ну а теперь все темно а все темно и вы его дама крестовая дама вышли в позиции на что вы надеетесь и чего же вы боитесь вы боитесь что он вас променял на другую что есть соперница вы боитесь что есть кто-то а кто вас поссорил вы боитесь тоже что есть предательница кто-то кто специально вас поссорил то есть глаз порча на ваши отношения вы очень этого боитесь и это просто у вас на сердце отпечатано сейчас вот такая ситуация но вам конечно не терпится узнать что будет и две позиции что будет вот вот будет то что знаете будет возможность с ним опять пообщаться поговорить с ним будет опять возможность пообщаться этот разговор будет более сухой не такой а выяснение отношений но вы уже научились на этом да вы поняли что если начинаешь ты мне и я тебе а то ужас и разговор будет более сухой и будет возможность вам начинать что-то новое не начинайте это с грязного листа вот такой совет а потому что все таки а все таки есть еще у вас энергия в отношениях и вот то что вы ставили плюсики помните когда только познакомились среди этих плюсиков пойдите туда изучите их опять и поверьте главное поверить без веры нет ничего без веры может быть хорошо только случайно понимаете да вот и поверьте в то что еще все возможно потому что он к вам относится чуть чуть лучше чего к нему хоть вы и не верите в это а это правда он к вам относится чуть чуть лучше чем вы к нему а то что уходит уходит соперница уходит соперница уходит какой-то друг мнимый там не мой друг какой-то уходит два человека уходит дома пик и король бубен этих 22 человека уходят из ваших отношений это хорошо уходят люди которые были не доброжелатели уходит тоже с вашей стороны печаль потому что королева пик может символизировать вашу печаль и уходит тоже с его стороны желание вам доказать что он может король бубен что не догадаешь что он может вот это уходит он больше он горит не буду больше доказывать что я могу вот это его как бы послание через этот расклад для вас итог расклада как бы совет вам и итог о том что он стабильный человек на него можно рассчитывать и он готов вас любить опять с новой силой он готов возвысить ваши отношения взять вас на руки и сказать я все понял ты моя женщина я тебя люблю ни на кого не применяю он на это готов совет вам что нужно довериться нужно довериться и и дождаться когда он это скажет в итоге всего расклада опять карты маленькие небольшие и они мне говорят о том что не торопись не ожидай чуда мгновенного вообще даже мгновенное чудо она сразу не видится она видится маленькими кусочками потому что человек не способен все увидеть сразу это как знаете моисей когда он сказал богу покажи мне себя покажи мне себя бог ему говорит слушай ты не выдержишь этого ты этого не выдержишь такое будет сияние поэтому в будущем вас маленькие карты они говорят что будет лучше будет лучше но надо пройти через печаль какая-то из печаль у вас просто она гложет вам сердце нужно пройти через эту печаль и будет лучше и будет такая любовь когда от сердца к сердцу когда просто он не успевает вам дарить новый и новый подарок подтверждающий его любовь когда он уже заготовил кучу подарков дает вам один к вам только нужно иметь самое чистое светлое намерение то есть верить ему и взять этот новый подарок взять труднее чем дать взять труднее чем дать взять этот новый подарок и просто получить от этого удовольствие теперь посмотрим карту которая у него просто на сердце просто на сердце посмотрите какая карта у него очень много к вам чего есть и эта карта показывает на то что он тверд в своих убеждениях его не извинишь с места да он упрям но это упрямство это не отрицательная черта во многом это упрямство это очень положительная черта которая в нем приведет к тому что вы наконец доверитесь вы наконец доверитесь что этот человек слово дело твердо стоит на своих убеждениях и что этому человеку можно полностью доверять теперь эти карты забираю сказали что улучшение кэш нам будет но нужно вам справиться со своей печалью в сердце потому что в сердце у вас есть очень глубокая печаль я сделаю еще один расклад как я же сказала я использую все карты да это мой тайный расклад и он показывает то что характерно для него сейчас именно что он чувствует к вам сейчас мы уже сказали что он чувствует меньше обиды чем вы он чист чувствует меньше злости наверно даже чем вы но вот смотрите из какой-то еще трифовый валет это может быть его сын и это может быть его партнер по бизнесу с которым у все таки будет встреча вот это начало расклада но подтверждается это будет встрече деловая это будет встреча которая принесет ему стабильные деньги узнать он именно сейчас об этом думает об этом думает и еще он желает инвестировать в любовь он желает инвестировать эти деньги которые он заработает на этом деле в вас Он любит вас Может быть у вас есть уже ребенок Может быть еще нет Но он хочет с вами детей Он хочет с вами стабильной любви И хочет построить дом для вас Который будет как крепость В этом доме будет много комнат В нем будет много уюта В нем будет много света Много стабильности в этом доме будет И этот дом будет Вот таким местом отдыха Для всей семьи Он к этому стремится И все что он сейчас делает Это только для этой цели Вот такой замечательный Очень красивый расклад Я расклад этот собираю Желаю вам счастья Всех вас Желаю вам счастья Я преподаю на Игральных картах тоже Если малая колода игральной карты Это в руках Полинорман Там есть отдельный раздел На малую колоду игральных карт А большая колода Вот такая на все игральные карты Она входит в мои курсы по Таро Желаю всем счастья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok